Я знаю один совет старейшин, который возглавляет наши аксакалы, это Степан Михайлович Стопал и Михайлович Сельчикин-Вигелян, которые занимаются тем, чем они должны заниматься. Это и патриотическая работа, это и воспитание подрастающего поколения, это и поиск, скажем так, нахождение тех семей, людей в возрасте, которые нуждаются в поддержке государства, заботе о них и ходатайство перед властью, чтобы эти люди не остались вне поля финансовой поддержки в это сложное время. Вот этим занимается совет старейшин Гагауздии. Что касается других, их очень часто задействуют политические акции. Ну, раньше коммунисты задействовали все время ветераны войны и труда, это считался филиал коммунистической партии. Таких организаций можно создать десятки, которые будут, прикрываясь статусом неправительственной организации, они будут продвигать интересы того или иного политика. Нам это не надо. Нам надо, чтобы была патриотическая работа, забота о людях. Нам надо, чтобы этот совет старейшин делился своей мудростью, своим жизненным опытом и подсказывал нам, руководителям, как не совершать ошибки. Я очень признателен совету старейшин и Михаилу Васильевичу, и Степану Михайловичу, и господину Арнауту Василию Романовичу, и многим другим, Этулийский Николай Михайлович. Они все подсказывают, очень ценные предложения дают. Они активно участвуют в общественной жизни, они пропагандируют Гагаузию, мир, межнациональное согласие, развитие. Вот этой жизненной мудростью совет старейшин должен делиться. А то я читаю заявление, что совет старейшин муниципия Камрад требует передать поликлинику городу Камрад. Ну что еще передать? И Башканов придачу передать в управление муниципи Камрад. А в этой поликлинике, между прочим, лечится весь Камрадский район, а мы стараемся оснащать эту поликлинику современным техническим оборудованием. Мы же первый компьютерный томограф где поставили? Поликлинике. Давай его тоже передадим в примарии муниципи Камрад. А мы для чего его поставили? Чтобы еще больше людей замкнуть на обслуживание поликлиники, чтобы поликлиника имела больше денег. У нас же села другие, и Бессарабского, и Львовского, и Кантемирского, люди все равно приезжают и обслуживаются в этой поликлинике. Она масштаб имеет, почти гагаузский масштаб имеет, и еще и соседние районы обслуживает. Вот это такой местечковый примитивизм, он не красит Гагаузию. Мы должны быть немножко выше всех этих, один бюджет. Один бюджет. Давайте я сейчас буду поднимать вопросы, и на каждом углу буду громко кричать о том, что Республика Молдова что-то нам не додает. И что получится? Это будет слаженная работа, это будет укрепление государственности Республики Молдова? Нет. Это будут конфликты. А конфликты никогда ничего хорошего не дают. Наоборот, надо концентрировать все усилия, решать все вопросы сообща. В том числе и с муниципием Камрат, в том числе и с районом, в том числе и по всей Гагаузии. Весь депутатский корпус должен быть на это нацелен.